Мы с вами продолжаем 14 главу книги Шмуэль. Глава очень длинная, мы часть ее разобрали. 14. Мы с вами разобрали о том, что Ионатан идет на разведку без разрешения отца. После этого он просит у Всевышнего знак. И Шауль подключается, мы здесь как раз и закончили прошлый раз. Но на самом деле эта глава очень специфическая. Я вас уже несколько уроков держу в напряжении по поводу греха Шауля. И мы сказали, что мы закончим это не здесь, а там, где будет самый основной его грех. Хотя все его поступки укладываются в одну и ту же канву. Только это все идет и становится хуже и хуже, пока нет полного прорыва. Хотя в какой-то степени в прошлый раз уже был прорыв. Какой прорыв был? Мы, точнее позапрошлый, мы сказали, что, уже сказали, что будет, у тебя не будет продолжения, будет другой царь. Хотя самого большого греха еще не произошло. Здесь мы снова видим определенные странности в поведении Шауля. И то, что он берет со всех клятву, и то, что происходит, что он строит жертвенник, и он хочет нападать и так далее. И то, что узнает про Йонатан и хочет его убить. Сегодня мы постараемся всю эту главу разобрать. Он идет на воевать, после того, как Йонатан лиха. Расправился с двумя десятками пограничных бойцов. Он сейчас идет и начинается война. У нас был один подобный случай, когда мы видели, что враги начинают убивать друг друга. Мы это видели с Гидоном, когда он атакует лагерь. И они все в шоке, не понимают, где кто, и друг друга убивают. Здесь тоже, мы сказали, мечей-то у евреев практически не было. А филистимляне тут своими мечами друг друга начали гробить. Я сказал же в прошлый раз объяснение Равмале по поводу, кто такие евреев. Здесь мы очередной раз видим очень четко, в этом посылке ближайших, что и в Рим, и в Исраиле это не одно и то же. На самом деле я посмотрел Радак. Он пишет, что вполне возможно, что имеется в виду те евреи, которые были под филистимлянами и которые пришли вместе с филистимлянами. Кстати, если мы скажем по Радаку, а не по тому, что я слышал Равмаля, то тогда очень легко понять, почему от Иуды пришло так мало людей. Где эти люди? С филистим. А не с филистим. Евреи, которые как бы... А разве не из Митрая мы еще филистим называли так и филистим? Лишина свободы. Рабу лишина свободы. Евреи никакого отношения к рабу не имеют. Вы комментарии какой-то, что так их считали филистим? Нет, и в Рим мы сказали, мы это встречаем про праотцов, мы это встречаем про Юсефа. Цена? А про Сатумния? Когда жена Патифара говорит, вот раб, который из Еврим, он хотел насмехаться надо мной. А я схватила за его одежду и закричала, и он убежал. Цена? Там у нас тоже фигуры, но про еврейский народ мы нигде не видим, чтобы его называли Еврим. Пока что суть до дела. Здесь же мы видим, что евреи стоят с филистимлянами. Или, скажу по-другому, они стоят вокруг филистимлян, но в любом случае они не в еврейском лагере. Я это подчеркну, потому что я все-таки ученик в значительной степени равмали. И он подчеркивал, что это не совсем евреи, а это как бы те, которые более-менее приняли монотеизм по стандарту Авраама, но это не евреи, которые пришли, которые полноценно приняли заповеди. Это? То есть это колено, которое самое близкое, которое там находится. Начали вылазить каждый из своего укрытия. И Всевышний помогает Израилю, или спасает Израиль, если ближе к тексту. И война потихоньку начинает откатываться в направлении городов филистимлян. И тут мы видим, Израильтяне, они сейчас, секундочку, под руководством Шауля, Шауль их заклинает, берет с них клятву, что они не будут кушать хлеб. Согласен. Но, тем не менее, написано здесь кушать хлеб до вечера. И мы, так сказать, сможем победить. И никто не кушал хлеб. Да. Разве он не должен был этого не делать? Потому что они на войне. А на войне надо кушать, чтобы иметь силы. Ты сейчас цитируешь Ионатана, или ты спрашиваешь свою мысль? Свою мысль. Значит, смотри, и да, и нет. С одной стороны, солдат на войне, он должен быть сытым. И даже с точки зрения еврейского закона, есть много разрешений для солдата кушать. Даже есть ситуация, когда он может кушать некошерную. Но здесь он ставит вопрос не с точки зрения банальной победы, потому что мы смогли их превозмочь. Речь идет здесь совершенно о другом. Он говорит, мы, в отличие от них, должны быть сейчас духовными. Мы должны победить духовностью, а не силой. Поэтому сила в данном случае вторична. Согласиться с ним, не согласиться. Есть место и согласиться, есть место и не согласиться. Если не было бы ситуации с его сыном, с мёдом, мы бы думали, может быть, кто-то в кём-то так. Но на самом деле, это в данный момент. По поводу ситуации с сыном, давай дойдём. Выходят ары с Баубаяр, ваидва, шальпные осады, и все они приходят в лес, и там по земле идёт мёд, ползёт. В принципе, о чём идёт речь, много ульев. Раньше улья это были не коробки, как сегодня. По большому счёту, это было дупло. То есть, у тебя есть лес со старыми деревьями, где много... Я задумался, как это сказать в множественном числе. Ну, точно не дуплов. Дуплей, соплей тоже не сюда. Значит, в любом случае, когда у нас есть очень много мёда, и есть дупло, то мёд, очень часто, дупло, не всегда имеет один выход. Очень часто есть и другие выходы, и когда мёдом переполнено, то мёд может, извините, сбегать. Это неправильный мёд. Просто медведя правильного там не было. Был только неправильный. Был только неправильный медведь. Был и правильный медведь, никакого мёда бы не осталось. Но в его аам и все увидели, что течёт мед, и никто к нему не прикоснулся, потому что боялись клятвы. Кто не боялся клятвы? неправильно. Ионтан просто не знал, проклятывал. Нет. 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 Однозначный ответ нет. Меньше меры наказания. Если это по ошибке, то наказывают меньше. Это правда. А зачем, если он не знал? Как можно было спрашивать, если он не знал? Сделал? Отвечай. Не знал? Ты подошел, говоришь, интересно, висят чьи-то, что ты не знаешь, чьи они порезал. Я не знал. Как же насчет потери? Украдил, есть естественные понятия о ребенке, нет никаких естественных. Если оттенок шинишба, это ребенок? Это именно то, что говорит Веня, да? Я имею в виду, допустим, есть человек, какой-то чунгачан, который вышел из леса. Так это называется оттенок шинишба. Другой пример. Когда ты проходил, допустим, права сдавал здесь, у тебя эти правила в Европе, и знаки, которые нету здесь, ты выезжаешь, и ты не знал, что значит знак. Естественно, тебя тормозят и дают тебе штрафы по правилам, которые там, и то, что ты не знаешь, и кто тебе доктор, что ты этого не знаешь. Не понял. И посадить, а штрафовать. Мне кто-то рассказывал, как он припарковался неправильно в Швейцарии и получил штраф 18% штрафа за неправильную парковку. Почему? Потому что 18% его машины были за пределами места парковки. То есть машина была, он въехал, но 18% не соответственно было за границей. Он получил 18% штрафа за неправильную парковку. Ну, я не знаю, допустим, 1000 евро штраф, значит, он получил 180 евро штраф. Один раз он сказал вообще 5%. Тоже получил штраф. И не знаю, как в Молдавии, но израильтяне никогда не были идеалом парковки. А у нас тоже. Да, я думаю, что весь Советский Союз тоже никогда не был идеалом парковки. Поэтому сказать, что машина на 5% стоит за границей. Ну и что? Она чуть-чуть вылезла. Ну да. Получи. фашист гранатов. Мы возвращаемся, пожалуйста, от Швейцарии и от штрафа. Но ты понимаешь, это то, что общепринято, ты прав, ты можешь сказать, мало ли, идиоты швейцарцы. Но с точки зрения Аллахи то же самое. У тебя есть наказание, если есть запрещенное действие. Если у тебя нету понимания, это учитывается при наказании. Я про это говорю. Понимание. Но нету знания, нет понимания. С точки зрения иудаизма это учитывается. Но сказать, что наказания нету, тот, кто тебе это сказал, ничего не знает, ничего не понимает. Извини, я здесь буду говорить очень жестко. Все равно нету такого понятия, что незнание освобождает от ответственности такого понятия в Торе нет. Да. Он же пошел рубить пограничников. После чего они решили рвануть и напасть на филистимлян. вышел Йонатан вместе со своим оруженосцем услышал знак, который попросил Отца Вышнего и порубил чертовой бабушке всех всю эту заставу. И после того, как он это сделал, то все филистимляне начали метаться и тут Шауль папа его говорит, так, там как раз момент, я вас заклинаю и мы пойдем сейчас. Где сейчас находится Йонатан? Он в бою сейчас. Он заставит. Он понятия про это не имеет. Здесь к нему нет претензий. В итоге претензии действительно предъявляют к Шаулю значительной степени. Потому что получилось, что то, что он сделал в значительной степени подставлял в данном случае Йонатана. И это не было настолько уж обязательным. То есть это не то, что это что-то добавило. То есть я скажу летучую фразу, хотел ее все-таки приберечь, но сегодня я ее уже выдам. Это не значит, что мы заканчиваем. Я все равно тяну нервы. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Значит, у Шауля эта фраза работает все время. То есть он сейчас с одной стороны он хочет как лучше, он не хочет сделать что-то плохое. Он хочет, чтобы народ прибавил духовности. Но извините, он это хочет не в том месте, не в то время, когда это надо. Сейчас он должен был не делать им урок клятвы и так далее, и так далее. Он должен был увидеть, сказать, Всевышний, мы видим сейчас, они начали друг друга бить, Всевышний отдал их, ребята, вперед. Это другое время и другое место. Но тем не менее, то, что он сделал, он сделал. В юнатан лошамам бе аж бе афе в это ам вышла хэ ци амате ашер бе ду вит болото бе арат адваш вая шевья доль пе в это ор на и на юнатан не слышал клятвы и он подошел и окунул свой посох в соты меда другими словами он не залазил в дупло ну его он взял туда палку вставил вытащил палку подождал пока пчел нет и съел мед с палки немного но этого было достаточно что написано что у него засветились глаза о чем идет речь что он был он обессилел полностью и у него уже не было сил как грубо говоря пошевелиться и сейчас на самом деле с точки зрения медицинской очень легко объясняется очень часто после большого выброса адреналина сахар падает и человек чувствует что он обессиленный и он берет немного сладкого и сразу чувствует себя все нормально пришел себя я не говорю что это у каждого человека но это достаточно распространенное явление не только у тех кто болен сахарным диабетом но тех у кого есть склонность к этому скажем так аккуратно те кто недалек здоровый человек обычно и после выброса он не будет падать обессиленным из-за недостатка сахара но это явление достаточно распространенное и тут к нему обращается человек из народа цена из народа ответа нету я по крайней мере не видел чтобы в комментариях это писали перевод он тоже не приводит говорит человек а ты знаешь что твой отец всех заклял весь народ и объявил проклятым того кто будет кушать хлеб сегодня и народ обессилел другими словами что говорит этот человек обессилел не только ты да ты там рванул 20 человек порубал обессилел сейчас народ он тоже весь бессил из-за чего не крошки во рту не было за день согласен и не согласен на иврите на самом деле хлеб будет пад так это практически на всех армейских языках пита это тут даже но очень часто они идут именно в сочетании падлехем что такое лехем с точки зрения корня сендер мельхама лехема война бой это то за что сражаются известно это еще даже про кайна эвеля когда есть обсуждение почему он его убил там несколько объяснений в частности из-за еды из-за жены из-за еды там есть целый ряд вариантов которые приводят мидраж цена очень часто война она именно за еду не обязательно за еду для голодающих а очень часто чтобы на масло намазать не только масло еще положить пару пудов и крички цена то есть тоже как бы хлеб когда мы говорим здесь то подразумевается понятно что подразумевается любая еда хотя написан именно хлеб почему мы уже с вами говорили хлеб он является даже если мы скажем без всякой связи с войной хлеб это основа еды поэтому когда тебе говорят нельзя кушать еду то тебе говорят нельзя кушать хлеб потому что это основная еда все это не то что два раза понятно что это не два разных вида хлеба потому что очень часто у нас есть такое понятие как под леком это не два разных вида это одно но под это именно хлеб из который сделан из лаковых а лехом это в принципе именно еда основная еда цены основной едой является хлеб поэтому и получается что это синонимы которые как бы близки но они дополняют друг друга это они не одинаковые они дополняющие синонимы цены синонимы могут быть один вместо другого абсолютно одинаковые или один один слово там эц это у тебя еврит торы илан это у тебя талмудический иврит хотя вполне возможно что там связано это с но это именно в иврит это не арамейский илан илан в ма варахеха это на иврите написано брайта цена и мы сейчас продолжаем в йомарь йонатан восстание на корабле маленькое в йомарь йонатан ахарави это арец руна киоро эйна кита амти меа два шазе он говорит а папа был неправ некрасиво он поступил и что он продолжает говорит посмотрите я сейчас покушал чуть-чуть и я сразу пришел в себя и здесь нам комментаторы говорят измени немножко выражение то есть с одной стороны я сейчас прочитал кита лорафта макабе флешием комментаторы говорят это риторический вопрос это не констатация факта если бы народ взял от добычи покушал что они вы не смогли намного круче побить результат был намного лучше бы это то что говорит Йонатан то есть он выступает сейчас против принципа клятвы не значит он не боится ее это была ошибка чтобы делать такую клятву вы в итоге воевали намного хуже и побили от михмаса до айолона кто в Тель-Авив в последнее время ездил вчера сендер что такое айолон айолон это долина которая подходит как раз к южной части Тель-Авива из гор они от михмаса который стоит над ерехо извините там они прошли практически через весь Израиль почти до Тель-Авива гнали их тряпками не будем говорить какими мокрыми и очень сильно устали в Я-Ав Га-Ам неот как будет Я устал Тристан они АЕВ это АЕВ это АЕВ да можно исправить АЕВ АЕВ Я устал то а не АЕВ это Я уставший по-русски ты не говоришь это Я Я уставший это не глагольная форма в русском вы врите и после того как услышали его что делает народ и говорит так все надоело будем кушать почему при крови задается вопрос и этот вопрос действительно очень многих интересует что значит Лейхо Ля Ля Дам в Торе когда написано это написано как очень жесткий запрет не кушать жертвы на крови и там подразумевается что речь идет о том что перед тем как кушать любой курбан нужно взять кровь и плеснуть ее на жертвенник на мисбер до этого нельзя кушать никакой курбан здесь ну смотри допустим отсюда Давид с тобой не согласится он говорит что как раз они решили сделать из этого шламим и скушали до того как кинули кровь то есть они не не сделали запрет да? сделали запрет не, не насчет крови кушать не, это не кушать кровь это не лейхоль дам лейхоль аля дам на крови не кровь это если мы идем по мисуде но если мы посмотрим радака то у него все намного намного запутаннее он приводит целый ряд комментариев один из них кстати мисуду он тоже приводит но он приводит то что они кушали в большой спешке он приводит исходя из следующих псуки что может быть речь шла о том что они не дали всей крови стечь и так далее и так далее он здесь приводит несколько вариантов и заканчивает грех был в том что кровь впитывается в кровь в мясо если ей не дают полноценно стечь если не кладут на такое место где кровь может стекать и в этом была их проблема то есть в любом случае мы видим что они здесь здесь как бы так сказать вроде бы и услышали Йонатана но они делают совсем не то что Йонатан им говорит а народ начинает бузить сейчас падают на измену пусть придут сюда и дайте большой камень зачем камень одно из объяснений чтобы кровь могла спокойно стекать цена или можно объяснить это камень будет в качестве мисбеха и тогда у меня будет куда окроплять кровь то есть нужно сейчас исправить ситуацию иначе Субтитры делал DimaTorzok Он запрещает им сейчас кушать? Нет. Что он им говорит? Тащите своих быков, ягнят, режьте. Главное, режьте это без греха. То есть вы должны делать это по всем правилам. С точки зрения крови мы сказали, или речь идет о крови, которая осталась в мясе и запрещает, или это кровь, которую не плеснули на жертвенник. И они делают это ночью. И когда мы говорим ночью, то у меня возникает сразу большой-большой вопрос. Можно ли? Вопрос вычисляющим образом. Корбонот лома кривин балайла. Приношение животных нельзя резать ночью. Только днем. Потому что ночью это время суда. Не нарывайся. Не лезь под горячую руку суди. Понятно? И здесь никто не говорит, что Шауль призывает их грешить. Он только что сказал, не грешите. Как же он говорит, режьте прямо сейчас ночью. Они уже были в тупиковой ситуации. Если придите дальше, не кушайте, то все. Он говорит, что это корбонот запрещено резать ночью. Можете сделать хулин? Хулин это будничное. Не делайте корбон. А, просто держите. Просто держите? Да. Потому что, когда вы делаете это для Всевышнего и делаете с грехом, то это хуже, намного хуже, чем если просто сделать будничным. Понятно? То есть, человек может хотеть большую святость. Это нормально. Хотеть можно много чего. Понятно? Но, если тебе говорят, будешь лезть, получить святость и напортачишь, или не получишь этой святости, то лучше не получить этой святости. Если ты идешь к святости через грех, тогда это уже не святость, а грех. Понятно? И Шауль, помимо этого, начинает строить жертвенник, это первый жертвенник, который он строит. Все равно? Не последний. До сих пор мы видели его, что он приходит на Баму и там приносят. Это уже было. Но здесь он именно строит жертвенник. Сам приходит строить жертвенник. Субтитры создавал DimaTor. И говорит Шауль, давайте ночью выйдем на охоту и пограбим их. Не просто пограбим, а поубиваем тоже. Ему сказали, считаешь нужным. Большой начальника. Решай сам. Понятно? И кроме этого, что ему говорит Коэн? Красиво. Но надо было спрашивать, у Бога нет. Надо было спрашивать, у Бога идти или нет. Он говорит, приблизимся спросим у Всевышнего. Всевышнего. То есть, а? Нагрудник. Да, нагрудник. У меня провокационный вопрос. Наказывать буду. Если не ответите. Как звали Коэна? Ахия. Ахия, спасибо. Скажите спасибо в лайку, который спас. А как звали его прадедушку? Мы идем в праздник. Если мы заканчиваем на празднике, значит... Силон. Ярад. Ой. Он спрашивает, и вдруг результат какой? Ответа и нет. И это проблема. Почему вдруг нет ответа? Давайте переведем это немножко в другой ракурс, который у нас был в начале книги Йошуа. Почему вдруг мы проиграли? Почему вдруг мы проиграли? Помните начало книги Йошуа? Ярослав. Йошуа. Ярад. Йошуа. Почему мы вдруг проиграли? Мы послушали Всевышнего, сделали грех. Какой грех? А хан взял из заклятого? Ничего не напоминает? То есть, ошибка... О, подожди, ошибка была, не в его сыне. А в том, что нельзя... Он-то думал, что сын там, и кто-то брал. Потом он сделает это. Потом... В смысле? Нет, это похоже. Ахан. Йорихо. Когда взяли Йорихо. А хан сказал, чего это Йошуа тут командует. Я из царского колена. Я вообще из одной из самых, так сказать, родовитых семей колена Йуды. Я должен его слушать. Возьму. Принципиально возьму. Мне положено. И он взял из заклятого и еврейский народ. Потерпел поражение. Сейчас. Евреи, когда есть необходимость, обычно спрашивают у Рим и Тумим через первосвященника. И сейчас они спрашивают. И вдруг в ответ радиомолчание. Какие мысли у него сразу? Кто-то согрешил. Кто-то согрешил. И нам сейчас за это отвечать. Как он не мог понять, что это заклятно? Кто? Йонтан? Нет, подождите. Мы говорим о меде или мы говорим о этих жертвах сейчас? О меде. А, я только думал, что это если... О меде, о меде, о меде. О меде. И он говорит все краеугольные камни. Ко мне. Естественно, речь идет о всех главах. Все идите ко мне. Мы должны понять, почему... Радиоприемник молчит. Почему у Рим и Тумим не дают ответа Всевышнего? Редактор субтитров. Не то. Прочитайте, что у вас написано в 39-й посудке. А то вы совсем уже... Ибо как жив Господь, Спаситель Израиля, если окажется за Йонтаном, сына Моим, смертью будет он верен. Здесь есть кихай, ашем. Это одна из распространенных форм клятвы. То есть, жизнью Бога, другими словами. Жизнью Бога я говорю, который спас еврейский народ, если виноват, убьем. Если он говорит про Йонтан, видимо, плюс-минус знал. Начальника большой, по-прежнему. О чем идет речь? Раша говорит, они сейчас брошают жребий. На ком вина? На царе с династией? На царе с наследником или на народе? Это жребий, которые они бросают. Может быть, можно сказать, что чует немножко, что напортачил. Он не делает это между народом и Йонатаном. Сына? Он говорит, с одной стороны народ, с другой стороны Йонатан и я. Народ говорит, начальника большая. Хорошо. Ты решил, делай. Мы снова продолжаем 14 главу. Третий раз уже. Глава длинная. Этот раз надеюсь, что мы закончим. И они бросили жребий. Мы сказали, кто у нас жребий? С одной стороны народ, с другой стороны Шауль и Йонатан. И народ выходит чистеньким. Кто виноват? Шауль и Йонатан. И после этого. И бросает еще раз жребий между Шаулем и Йонатаном. И сейчас виновным оказывается Йонатан. Можно было подумать, что кто кажется виновным? Может быть, Шауль. Потому что мы сказали, что это не совсем уж гладко, то, что он сделал. Но это клятва именем Всевышнего. Кто нарушил клятву? Шауль? Нет. Значит, в принципе, нарушение у нас не на Шауле. Хотя вы можете сказать, но неправ-то. Шауль. Это то, что я за Виктора сразу высказался. Как мы так говорим? Будем делать и поладжался. Как мы так говорим? И он говорит, Шауль спрашивает Йонатан, что же ты сделал? Он сказал, что я попробовал на конце посоха немножко меда. Теперь я умру. Я готов умереть. Медсуда Давид говорит, что такое вот я умру. Говорит Медсуда, я готов, я не буду протестовать, я не буду сопротивляться. Да, я не знал проклятву, но я нарушил. Сейчас из-за этого все получают наказание. Значит, наказывай меня, убивай. С точки зрения Йонатана, мы видим, здесь никаких проблем нет. И Шауль, недолго думая, говорит, да будет так. Йонатан будет убит. Я бы попытался спасти его. Молодец. Это ж сын. И грех его не сравнить с сыновья Ели. Не напоминает никому вместо сына дочь? Не напоминает. Какую дочь? Которая вышла на встречу. Которая вышла на встречу кому? Папе. Папе. Папу как звали? Хороший такой был человек. Судья был. Судья был. Ифтах. И что там произошло? Он тоже дал какой-то клятву, что кто выйдет первым. Кто выйдет первым из ворот двери. И? И? И как сделать? И что мы там сказали? Что была возможность отойти от этого? Что была возможность пойти к пророку и аннулировать клятву. Такая возможность была. И мы сказали, что из-за гордыни обоих это не произошло. Один говорил, ему надо, пусть придет. Второй говорил, я шофет, я пойду там кого-то упрашивать. Принял решение, принял. И наказание по поводу того, что он был похоронен во многих городах, вы тоже помните. А пророк, нету нахожусь? Был. Пророк, нету нахожусь? Был. 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 И тут, как и хотел Виктор, вступиться надо. Но вступается не Шауль, вступается народ. Почему? Понятно, что помог Всевышний. Понятно, что победа одержана при помощи Всевышнего. Тут с этим никто не спорит. Но кто был тем, кто был инициатором этой победы? Извините, тут я скажу, может быть, то, что покажется кому-то очень таким нерелигиозным. Но Всевышний, Он не делает вместо людей. Всевышний помогает людям. Действие делает человек. Всевышний никогда не берет на себя роль театр одного актера. Нету этого. Мы можете сказать, что это было во время творения. Да, во время творения, да. До Шабата. До Шабата. До Шабата. Во время творения, да, это театр одного актера. Когда мы говорим про то, что появились люди, как там, кто это сказал, мир театр и все мы в нем актеры? Или есть такая? Здесь актеров много. И главную роль здесь играл в этом спектакле Йонатан. И сейчас народ говорит, мы что, совсем бессовестные? Мы одержали эту победу только благодаря тому, что у нас нашелся этот Йонатан. Если бы Йонатан не пошел, то сидели бы они себе под кочками, в пещерах, где там кто прятался. И боялись даже посмотреть в направлении филистимлян. У нас пришел Йонатан. Попросил знак, получил знак от Всевышнего. Пошел, начал всю эту катавасию, которую потом Всевышний и мы закончили очень успешно. И мы сейчас, этого Йонатана, за какую-то буковку закона, насмерть, и они спасают или другими словами, ближе к дословному, они выкупают Йонатана. А чем? Тем, кто выкупили за ним? Вода. Вода. Пидьон. Пидьон. Пидьон, Бен. Выкуп первенца. Слышали такое? Это то, что они делают, они его выкупают. Супер. Супер. И поднялся Шауль за филистимлянами, филистимляне уходят в места своего обитания. Здесь Радак говорит, так как ему не ответили Урим Ветумим, он не хотел их преследовать до конца. Потому что думал, что несмотря на то, что вроде бы с Йонатаном все закончилось, но может быть это то, что нарушили тогда клятву, это сейчас может подставить под удар следующий бой. И он пошел, посмотрел, ушли. Баруха Шем. Баруха Шем. И он пошел, и он начал утверждать свое царство, и тут он начал воевать со всеми врагами, которые вокруг. Муав, Омон, Эдом, арамейцы, филистимляне, он со всеми воюет, и все у него начали, извините, дрожать и путаться. Так объясняет мой цитат Цион, слово Яршия. Все равно? Ему говорят, царства нет у тебя, а он идет утверждает свое царство. Но здесь есть еще один момент. Если мы говорим про эту цитату, у вихоль ашер и фне, все, к чему он обратится, будет злодейством. Особенно это выделяется на фоне цитаты, которая обращена к Давиду, к следующему царю. То есть, с одной стороны, можно, конечно, объяснить, как Митсуда, который сказал, что все чувствовали себя злодеями. И начинали, так сказать, трепетать, что вот пришла расправа. Но если мы сравним с тем, что написано по поводу царя Давида, то мы видим, что он, видимо, не совсем исправляется. Потому что Давид, он преуспевает во всем. Причем, здесь это написано немножко в другой форме. Понимаете? Делает злодеям. Можно сказать, делает злодеями их, которые прочувствовали, что они злодеи. Но можно сказать, что это относится в какой-то степени к самому шаулю. Понимаете? Кто сказал? Есть цитата. Последние слова 47-го послука. Как у тебя переведены? Одолевал. Значит, у тебя переведено это слово «одолевал». Согласен. Вопрос в другом. Что когда написано про царя Давида, та же самая цитата. И все, к чему он обратится, преуспеет. Если мы сравниваем слова «яцлех» и «яршиа», то… Здесь «яршиа», а там «яршиа». «Яршиа» – это «роша». Ну, снова-таки. Может быть, то, что Митсуда объясняет. «Роша» имеется в виду, что они чувствовали, что они злодеи, и начинали сразу дрожать, что он их уничтожит. Но у Давида это написано более высоким языком. Он будет преуспевать. В целом? То есть, это чисто с точки зрения сравнения. Понятно по контексту, что он их побеждал. Это не то, что он проигрывал. Понятно, что он побеждает. Тут как ни крути. Но я просто обращаю внимание ваше на корни. И говорит, что плохо учите. Вообще плохо. Каждый день нужно минимум 20-30 новых слов учить. Сколько ты за эту неделю выучил новых слов? Новых. Только сколько расстаний между едой. Слово не аллахот. Ладно. Я думаю, что вы поняли, что я хочу сказать. Ваях, Асхайль, Ваях, Эт Амалек. Ваяцель от Исраэль, Мият Шосеум. И он собирает войско и разбивает Ямалека и спасает Израэль от его преследователей. И было у него... Ну, я не сказал, что пять. Не написано пять. Написано, что были у него сыновья Янатан и Швив Малкишуа. Извини. Это не значит, что это все сыновья. И две дочери. Это не из этих дочерей, которые он обещал доверить? Одну обещал, другую дал. В итоге оба стали его женами. Немножко межпактологии. Как звали жену Ахиноам? Сегодня такое имя используется. Ахимаац. Никогда не слышал. Сегодня, я думаю, все-таки не используется это имя. И имя его военного министра или военачальника главного. Авнер. Его дядя по совместительству. Причем очень смешно. Авнер бен Нер. Очень напоминает арабский подход, когда называют по имени сына. А евреи называют по имени папы. Здесь авнер звучит, как будто бы папа Нера, но на самом деле он сын Нера. Здесь все припутано немножко. И дальше продолжается межпактология, чтобы нас еще запутать. Киш, Ави, Шаул, Внер, Ави, Авнер, Бен, Ави, Эль. И Киш, и Нер. Нер это, получается, брат Киша? Нер был дядей Шауля. На самом деле Авнер, получается, его двоюродный брат. Все это? И, соответственно, их дедушка это Авиэль. И здесь мы видим, что фактически Шауль вначале сидел под гранатовым деревом. А сейчас что он делает? Фактически он воспринимает царство только как военную силу. Но он какие-то границы отстроил воинами, нет? Нет, ведь все построили. Единственное, что мы видим, да, у него есть успешные войны со всеми врагами, которые вокруг. Причем, практически ты идешь полный круг. Амон, Муав, Плештим, Арам, Амалек. Все, кто его окружают. Со всеми воевал. Воевал достаточно успешно. Пока что с филистимлянами мы тоже видим, что с филистимлянами он не мог никак закончить. Все равно. Но, тем не менее, он воюет со всеми. Фактически ничего другого здесь. Он просто вытесняет. Миллиард здесь жив, а он мог бы вытаскивать все-таки проблемы? Скажем так, я наеду на него от себя. Я не видел, чтобы так конкретно наезжали, но по большому счету он сейчас становится начальником генштаба. Верховный главнокомандующий. Мы не видим, что он каким-то боком сейчас занимается каким-то коленом. Мы не видим, что он каким-то боком занимается экономикой. Мы не видим, что он занимается законами. Мы не видим, что он занимается судами. Мы ничего не видим. Мы видим, что он воюет. Сама ситуация настолько сложная была в народе, Мы до этого смотрели, помните, два раза было написано, народ делал, что он хотел. Может быть, ему было настолько тяжело все это сделать, что он сделал другое благое дело. Он вынеснул проблему, он вынеснул людей, которые... И более того, я тебе скажу, мы об этом уже упоминали, когда только начинали говорить про Шауля. Мы говорим, что еврейскому народу необходим Машеах бен Исеф и Машеах бен Давид. Нет, если бы не было Шауля со всеми его войнами, со всеми его ошибками, со всем тем, что началось становление царства, то и Давида бы не было. То есть, понятно, что он сделал свой вклад. И то, что мы на него наезжаем, это не для того, чтобы умолить и сказать, лучше бы его не было. Он был необходим. Он был частью становления и созревания. Но ошибки – это ошибки. И ошибки лучше учиться на ошибках другого, чем на своих ошибках.